Сегодня в Красноярске оценивали качество шпрот, продаваемых на региональном рынке. Какие консервы лучше, отечественные или европейские, узнаете в сюжете Владислава Тамашаускаса. В четырех крупных торговых сетях города было куплено 12 образцов шпрот, которые сразу отправили на лабораторные исследования. Восемь экземпляров произведены в Латвии, один в Польше, один в Эстонии и два представляют Россию. Шпроты отечественного производства самые дешевые, но при этом и качество их неудовлетворительное. Например, в образце номер 2 морская радуга на 13% меньше рыбы, чем заявлено производителем. А по отстою в масле видно, что здесь содержатся несвойственные добавки. Все образцы были допущены учеными на дегустацию. Комиссия из 12 человек оценивала шпроты на запах, вкус и внешний вид. По вкусовым качествам рыба не должна горчить, кислить и быть пересоленной. Кожица должна быть неповрежденной, голова и жабры удалены. Эта дегустация стала пятой по счету и за прошедшие годы идеального продукта так и не было найдено. К сожалению, по результатам четырех рейтинговых оценок следует отметить, что качество этой рыбной продукции у нас не на высоком уровне. Есть претензии к продукции и развалившаяся, и цвет не соответствует. В одной партии продукции были разные, скажем так, образцы по вкусовым показателям и так далее. В дегустации принимали участие представители крупных торговых сетей Красноярска. Если какой-то производитель окажется на последнем месте, ну, если нам не удастся каким-то образом решить этот вопрос с поставщиком, с производителем, то мы этот образец выведем и заменим. То есть предложение по шпротам масса. По итогам тестирования первое место на пьедестале разделили сразу три экземпляра из Латвии. Это шпроты в масле «Рижское золото», «Донской орешек» и еще одно «Рижское золото». Худшими стали польский Джон Вест, рижские шпроты в масле и абсолютным аутсайдером оказались шпроты «Морская радуга». Владислав Томашаускас, Всеволод Никитин, Вести, Красноярск.